Забросить мяч в кольцо, выбить в дарце максимальное число очков и посоревноваться в шахматах и шашках. Все эти испытания предстояло пройти пенсионерам на ежегодном мужском фестивале. Спортивное мероприятие так полюбилось представителям сильной половины человечества, что приезжают они регулярно. В позапрошлом году, в прошлом году не мог приехать, в шахматы буду играть. А в дарце кидали уже? Кидали, да, где-то от 30 с чем-то. Ну, хороший результат. Ну, поет, поет, поет. И в мяч, да, попробовали? Да, одну только попал. Ну, как считаете, вообще спорт для пожилых нужен? Спорт всегда нужен. Деревня, тем более, мы живем, надо двигаться. Нравится, конечно, а от нам скучно, хоть разминка, разнообразие. Нужно отметить, что с этого года в спартакиаде здоровья среди пенсионеров принимают участие люди старшего возраста с ограниченными возможностями здоровья. Попытать свои силы в шашках приехал и пенсионер Силанова Нагаева. Фарид Хусиньяров инвалид по слуху, но это никак не мешает ему вести активный образ жизни. В этом году на Сабантуе играл по шахматам в районе. Третье место занимал. А по шашкам играл на Нагаева, Сабантуе. Второе место по шашкам. Значит, любите такую насленность? Да, спорт люблю, спорт, здоровье, развитие. И тогда я похожу вечером по улице. Первый раз я приехал сюда, очень понравился. Все условия есть, тепло, уютно. Люди хорошо встречают. Первую партию сыграли, нечего осталось. Дальше будем продолжать. Вообще нравится ли такое проведение таких мероприятий? Да, вот это очень нравится. Если нормально, здоровый буду каждый год. Если будете организовать, буду приезжать. Среди активных пенсионеров много ветеранов боевых действий и военных. К примеру, попытать свои силы в Спартакеаде впервые приехал Флорид Фатахов из Новокенлоковского сельского поселения. Общий стаж в вооруженных силах у мужчины 27 лет. Затем капитан в отставке преподавал уроки ОБЖ. Устроился на работу преподавателем ОБЖ называется, основа безопасности жизнедеятельности и военной службы. И там проработал 13,5 лет до выхода на пенсию. Я здесь первый раз. Всех поздравляю с праздником, столетием вооруженных сил. Здоровья всем ветеранам, чтобы они не болели, самое главное. Спартакеада здоровья собрала более 40 пенсионеров, желающих побороться за первое место. Мужской фестиваль проводится в рамках месячника обороны массовой работы и в преддверии Дня защитника Отечества. Сегодня присутствуют все команды сельских поселений, всех. Это тоже очень приятно. Ну что хочется сказать. Ну во-первых, наших мужчин всех Краснокамского района хочется поздравить с наступающим Днем защитника Отечества. И отрадно, что вот эти наши соревнования проводятся в месячник обороны массовой работы, которые успешно проходят в нашем Краснокамском районе. Здоровья всем, удачи всем. И большое спасибо главам сельских администраций, администрации района за ту помощь и поддержку, которую они оказывают нашим пенсионерам. По итогам упорной борьбы первое место в Дарте заняла команда Николая Березовского сельского поселения. Золото по броскам мяча в корзину взяли пенсионеры села Шушнур. А лучшими в интеллектуальных настольных играх стали представители нового КНЛК и районного центра.